всем здравствуйте приветствую вас на своем канале с вами ваша царевна лебедь какое важное послание для вас что вам нужно услышать о себе давайте послушаем что расскажут что покажут кто меня сейчас смотрит старший аркан солнце вы как то ясное солнышко да вы всех обогреваете вот вы такая душа щедрая больше с большим сердцем человек с большим сердцем вы всех обогреете приласкаете скажете доброе слово также по аркану солнце это мужская энергетика у вас очень сильная вот прокачанная мужская энергетика и не слушайте никого когда вам кто-то говорит что вы вот такая слишком напористая целеустремленная слишком такая вот сильная женщина до с остальными бубен сами и сейчас много рассказывают что женщины должны избавляться от мужских энергий но интересно а если ты живешь одна у тебя нету мужа нету любовника тебе нужно саму себя обеспечивать а если у вас еще дети есть вы сами растите детей каким образом вы должны растить своих детей кормить обувать своих детей а все что касается заработка деньги это и есть мужская энергетика поэтому не слушайте никого вы со своей мужской энергетикой вы имеете благодаря своей мужской энергетики чтобы вот такая женщина вы имеете то что вы имеете на данный момент вы не скатились где-то по наклонной вы не спились не с наркоманились не пошли по рукам как это происходит со многими женщинами которые вот не вывозят те проблемы которые с ними происходят вот те как какие-то тяжелые ситуации много женщины которые спиваются оставшись одна без мужика многие даже просто из-за этого спиваются что-то она осталась на руках с ребенком на руках мужика нету и все она спивается много таких случаев по рукам идут и все потеря поломанные судьбы я уж не говорю о мужчинах мужчины в принципе в большинстве своем проблем каких-либо боятся они убегают и когда когда они вот видят что у женщины проблемы они сливаются там беденькие там обнять и плакать просто понимаете слабая психика а у вас благодаря с вашей мужской энергетики вы имеете то что вы имеете и вы еще больше к большему стремитесь поэтому не слушайте никакого как когда вам что-то говорят по поводу вашего характера вашего поведения особенно вот я слушаю других каких-либо эзотериков и психологов которые рассказывают что женщины вам нужно избавляться от вашей мужской энергетики ну блять очень интересно а у те женщины которые остались детьми на руках по 10 детей в послевоенное время без мужчин без кормильцев никто никому не говорил что у тебя слишком сильное у тебя много мужской энергетики никто такой никого никому не говорил потому что все знали что надо расти детей кормить работать надо работать а это и есть не мужская энергетика что это вот за бред бред женщины у вас слишком много мужской энергетики но интересно каким образом я должна зарабатывать без своей энергетики да а это же заработок это и есть и энергетика мужская так вот гордитесь своим характером гордитесь что вы вот солнце вам солнце благоволит планеты вам благоволят природа вам благоволит говорит вам да ты молодец все что ты делаешь своей жизни правильно да вот здесь вот неспроста на заднем фоне детишки ребятишки играют да ты сама вырастила своих детей без мужа без хахаля без любовника без чьей-либо помощи это все благодаря твоей энергетики аминь что еще про вас скажут как будто бы вот вы от такая вот одиночка одиночка вот ли вы любите одиночество да вот сама собой винишко себе налила и сидите челите да вот сядьте напротив зеркала вот самый лучший друг друг вашей жизни вот сядь напротив зеркала и ты увидишь этого человека кто самый лучший друг в твоей жизни кто больше тебя больше всех тебя любит на это ты сама как будто бы вот и вам даже и не стоит на кого-то полагаться в своей жизни вот у вас так и складывается судьба что вам никто в жизни не помогала ни мужья ни родственники не друзей у вас таких не было ни подруг вот вы сама себе помощник были и вот этот сама себе поддержка и вам так и говорят что вот так вот и же и живи и и дальше не рассчитывая ни на кого не жди ничьей либо помощи и так что еще про вас скажу что вам нужно такое услышать буду очень благодарна за сердечки за лайки за комментарии за все за подарки все приветствуется это все продвигает мой канал что еще о вас скажу такого интересного кто меня смотрит а вам тут нужно обряды обрядами заниматься что-то вот сидит девушка колдует да вот сидит девушка и колдует ну здесь она как будто бы вот пытается чтобы этот цветок розда вот она сидит вот какие-то делает манипуляции руками над цветком чтобы он рос то есть вам так и говорят что вы можете что-либо и вас энергетика сильная вы можете значит обряды делать кто чувствует в себе задатки да вот спрашиваю часто как не развивать свои способности вот я чувствую что во мне что-то есть я не знаю но я не знаю что мне делать когда вы просто практикуйте что делать просто практикуйте вот тянет вас и сердце душа тянет да вот хочется вам там свечи зажечь молитвы почитать хочется вам там отливку сделать на свече яйцом себя выкатать делайте это это вам душа подсказывает интуиция подсказывает просто следуйте этому вот таким образом вы будете развивать свои способности через какое-то время вы уже когда будете готовы к следующему выйти на следующую ступень вам уже будут давать другие знаки так вот она и происходит естественным путем если вы не специально не идете в какую-то школу или не учитесь у какого-то специалиста на вот как люди идут специально учатся деньги за это платят то совсем другая история когда у вас есть с рождения вас есть способность так что это ладно если у вас рождение есть вот эти способности то она будет вам само приходить вы просто следуете вот этого что вам подсказывает интуиция следуйте это практикуйте и это развивайтесь и таким образом будете развиваться почему-то вот для многих говорят вам нужно в частный дом переехать шо это за почему-то вам говорят что прям забивают меня вам нужно переехать в частный дом для вас это очень важно как будто бы вот в квартире как вы не так себя ощущаете как в частном доме а что такое частный дом все-таки там и природа да вот вышел и сразу сад природа и в частном доме есть возможности больше возможностей и животных держать для вас это тоже очень важно вы должны держать возле себя животных это могут быть разнообразные животные но тут кошки нарисованы но вы можете разных животных держать вот для вас это очень важно напишите для кого это проигрывается вот будто бы для вашей энергетики очень важно чтобы вы были в контакте с животными чтобы они жили вместе с вами они как будто бы будут лечить вас лечить так давайте что еще о вас скажут обрядами однозначно вам нужно заниматься вот луна девушка вот на полную луну сидит вот непосредственно с разными как бы артефактами да и делает обряды обращается как будто бы вот клоне вам обрядами однозначно нужно заниматься как минимум это так называемая вульгарная магия деревенская еще и она называется у вульгарное что в переводе с латыни это просто простой вульгарный это простой то есть такая простая магия деревенская то есть это отливки на свече это когда яцом выкатываешь и и потом воду разбиваешь да вот и когда ты вот обряды делаешь и обращаешься к домовому, подкармливаешь домового. Тоже это же все относится к деревенской магии. Узелковая магия. Это тоже к деревенской магии относится, когда ты узелочки завязываешь и загадываешь желание. Вот тебе и обряд. Или, например, ты хочешь избавиться от чего-то, от каких-то неурядиц, от проблем, от болезней. Тоже узелочки завязываешь, и ты как бы завязываешь болезнь, чтобы она не развивалась. Вот вам и есть магия узелковая. Полнолуние на вас очень сильно влияет. Вы подвержены полнолунию. Вот как будто бы тоже у вас что-то открывается. Способности какие-то, интуиция обостряется. Вот вам и иерофант. Вы можете помогать людям. Иерофант — это значимый человек. Это человек, которому... Это специалист, консультант, к которому обращаются люди. Вы можете людям помогать. У вас сильная связь также с вашим родом и с христианским эгрегором. Можете молитвы читать христианские. Христианские эгрегоры. И также для вас совет тоже обратиться к специалисту по поводу... Вот или у вас какая-то есть проблема нерешённая, вы не знаете, что делать. Обратиться к специалисту или конкретно, что тут касалось ваших способностей в магии, тоже обратиться к специалисту, как бы уточнить, уточнить. Ведь разные есть направления. У кого-то очень хорошо получается руническая магия. Ко мне недавно обращалась женщина. Оно ей само пришло. Она сама занимается рунами. Оно ей само пришло откуда-то. Она пишет вот эти рунические ставы и сама придумывает. У меня, например, не получается с рунами. А к ней это само пришло. Вот, пожалуйста. И она говорит, что она вот, когда дети болеют, она записывает прямо на теле рунические ставы и дети быстрее выздоравливают. Вот, пожалуйста. Когда есть врождённый дар. Вот что значит врождённый дар. Оно само приходит. Так, что ещё для вас говорят? Чаши вам нужно вот какие-то купить. Вот чаши, чаши. Опять же, вот ножи. Для обряда вам нужно ножи приобрести. Вот обрядовый нож. Чаши. Для отливок, возможно. Вот когда свинцом отливаешь, нужна вот чаша, чтобы этот свинец разогревать. Книги. Тут у вас много книг. Кто-то из вас много читает. Или у вас по работе. У вас это связано по работе. Много книг или какие-то журналы, то ли блокноты. Так, это что такое? Кисточки. Или кисточки. Кисточки для рисования. Почему у вас кисти для рисования стоят? Кто-то рисует, а кто-то элементарно сейчас с ремонтом занимается, красит что-то. Вообще, вот как в ближайшее время можно это интерпретировать, так что пойдете скупляться, будете выбирать краски, кисточки для рисования или для покраски жилья. Опять вот чаша стоит. И кинжал, хотела сказать. И вот этот меч. Вот опять чаша вышла. Нужно вам делать обряды. Да, вот смотрите. Также вот можно делать какой элементарный обряд. На воду или на чай, на какую-либо жидкость читайте Отче наш. Держите близко чашку или стакан. Начитывайте Отче наш. Вот вам и обряд. Вы энергетически заряжаете вот эту жидкость на здоровье, на удачу, на благословение. Благословение высших сил. Элементарно. И вот опять вот нож. Вам нужно обязательно нож. Приобрести нож для обрядов. Тоже элементарный обряд. Как от себя негатив отрезать. Да, убрать от себя негатив. Допустим, вы чувствуете, что вы хопанули. Прошлись по супермаркету. Да, или побывали где, в каких-либо других общественных местах. И прям домой пришли. и чувствуете вот такой падок сил, выжатая, выжатая прям, да. Сил нету. Ничего не можешь делать. Все, вот надо лечь, полежать или поспать. Как можно очиститься? Вот нож берешь и ножом вот так вот вокруг себя как бы обрезаешь. И все вокруг себя. Ну, со спины это, конечно, тяжело сделать. Но, тем не менее, вот так вот негатив весь обрезаешь вот этим ножом. Так, еще что для вас. Что для вас нужно знать. Ну, вы, конечно, напористые. Пока лесницы. Колесница, седьмой аркан. Мужчина пришел с вашего рода. Был он каким-то вот, как отшельник, знающий, ведающий. Тоже в руках то ли книгу держит, то ли блокнот какой-то. На природе, да, вот он как обряды делает. Он был какой-то... И на вот этом шарфе у него как накидка такая, пентакль нарисованный. Он был каким-то ведающим, знающим, да. Вот от него у вас перешли вот эти способности. От него переходят. И он вам говорит, что развивайся. Ну, опять же, как развиваться, что это значит, я вам сказала, да, просто приходит вам на ум что-либо делать, практикуйте, практикуйте, практикуйте со временем, когда вы уже будете готовы перейти на новый уровень, вам будут давать тоже подсказки. Таким образом. Вот так вы и будете практиковать, развиваться. тут у кого-то поездка. Поездка намечается. Возможно, вы недавно были в поездке. Сильная вы, конечно, личность. То, что на вас и солнце выходит, и колесница. Уверенная, прорывная. Никого не слушайте, когда вам кто-либо что-то навязывает по поводу вашего характера, что вы как-то себя неправильно ведете, что вы какая-то не такая. Шлите таких людей в далекое сексуальное путешествие. Никого не слушайте. Да, вот вы своей энергетикой, вы можете желание исполнять. Вот девушка тут сидит, да, вот, и много кубков, и в каждом кубке какое-либо желание, ее мечта, да, вот она сидит, медитирует, и у нее много желаний. Вокруг свечей. Вот вы тоже можете медитировать, визуализировать, да, вот эти все практики делать. Ваши желания будут исполняться. Это элементарно записывать в тетради, в блокноте, свои желания, и оно будет сбываться. А когда вы записываете, оно еще усиливается, потому что вы через моторику, когда вы запишите, да, вы еще свои блоки внутренние прорабатываете. Не просто вот вы сидите и медитируете, а когда еще пишете, да, вы свои телесные блоки прорабатываете. Телесные блоки, что касается заработка, денег, исполнения своих желаний. Вот я замечаю, я замечаю, когда я что-то записываю, какие-то такие крупные желания, о чем я даже раньше не могла мечтать. У меня прям почерк меняется, прям резкий такой становится. То есть, тело мое не готово к этому. Непривычно для моего тела иметь вот это, то, что я хочу. для меня, для моего рода. Это, в принципе, то, что я загадываю для моих предков, для моих родителей. Баба, дед, по папиной, по маминой линии. Это вообще нереальное, то, что я загадываю. У них даже и в мыслях такое не возникало. Они даже не думали и не мечтали об этом. А мы же есть продолжение своих родителей, своих дедов, бабушек. Вот для моего рода вот то, что я загадываю, это что-то нереальное. Мои предки такого никто не имел, то, что я загадываю. И поэтому тело вот так вот реагирует остро, что он вплоть до того, что вот меняется у меня почерк, резкий такой становится. Но когда я потом повторять нужно, повторять по несколько раз. Ну, то есть, несколько дней это писать желание нужно. И потом я уже смотрю, со временем уже становится более спокойный почерк, мой привычный. То есть, и таким образом я таким образом и прорабатываю свой блок, блок своего рода. Вот тоже вот это тебе есть вот такая проработка своих блоков, страхов, страх бояться. Вот мы вроде бы, да, все хотят денег, а когда мы себе это представляем, аж страшно становится, да, вот как-то не верится тому, чтобы у меня такие деньги были, то ну, да нет, такое невозможно, прям страшно становится, да, хотя аж все хотят денег, но внутренне ты к этому не готов иметь вот эту сумму. Блоки стоят. И вот когда вы записываете, вы от этого избавляетесь, от этих блоков. Уже, по крайней мере, легче становится. Хатынка тут какая-то, хатынка. Вот ваши предки, кто-то, и то ли родители, дед, баба, вот я же рассказываю об этом, да, я настраиваюсь на энергетику. Кто-то и жил как в хатынках, как возле леса, возле леса. Вот этот мужчина тоже, который пришел из вашего рода, он, возможно, жил как отшельник, как возле леса. Ну, отшельник, он, я не знаю, мог бы быть отшельником, тогда бы вы не родились, да, но в любом случае это где-то вот домик такой, как в лесах, в лесах где-то. Вам говорят, вам туда нужно поехать. Может быть, этот мужчина там где-то похоронен. Или ваши, ваши корни оттуда идут. Вам нужно оттуда съездить на могилу, на могилку, вот поубираться, поставить что-нибудь, цветы-то, живые цветы-то, вкусное что-нибудь, еду вкусную, булки, булки, молоко. Если вы точно знаете, допустим, кто, ваша баба или дед, что они любили, да, вот такую еду поставить. Женщина еще пришла, тоже умершая. Что она вам говорит? Деньги получишь. Вам нужно как сплочать, сплочать ваш род. Вот у вас стоит вот тут целое ваше семейство. Также можно сказать, что за вами стоит огромный ваш род, он вам помогает, что она вам говорит, вот эта женщина, что помни, мы за тобой следим, мы, ну как следим, мы стоим за тобой, мы тебе помогаем, обращайся к нам. Если какие-то трудности есть, вот к умершим обращайся, или у кого родители уже ушли, или бабушка, или дедушка, обращайся к своим родственникам, ты будешь силу свою прими, увеличивать таким образом. Тут она говорит, что деньги к тебе придут, придут деньги. Ну как будто бы эти деньги придут, но вам нужно будет их за что-то отдать, за квитанции, то ли за долги, за кредиты, куда-то где-то что-то заплатить. Вот вот сидите, вы сидите и смотрите, куда-какую сумму нужно, вот куда его приткнуть, куда нужно заплатить. Также тут у вас будет встреча, надо будет, она, вот эта женщина вам говорит, у вас тут проблемка какая-то есть, вам нужно обязательно встретиться, пойти, скажем так, так называемые казенные места, к специалисту обратиться, вот тут в кабинет какой-то сходить, проконсультироваться, вам помогут. Ты решишь вот эту свою проблему, навстречу пойдут тебе. Так, девчонки, девять человек меня смотрит. Такой был для вас общий расклад, напишите для кого, как оно проигралось. здесь.